здравствуйте всем сегодня у нас 18 сентября 2018 года будем делать лапшу по-азиатски в соусе с имбирем чайнис мы взяли такой пакетик кнор купили будем снова экспериментировать здесь в рецепте сказано возьмите курицу мы ее уже почикали курица в принципе нам 400 почикали вот так полосочками полосочками гуляш или как он там называется полосочками начиканы взяли перчик красный болгарский перчик зеленый болгарский но у нас он такой желтоватого цвета получился вместо зеленого но я думаю будет красиво глянь две головки лука и пекинскую капусту для этого рецепта вот так вот почикали ее в принципе немного надо боевами это грамм 200 300 мы взяли 400 еще нам нужно будет стакан воды это примерно 250 миллилитров и нужно нам будет еще соевый соус 2 столовые лапша а также лапша жена мне тут под подкидывает подбрасывает периодически мы взяли такую яичную лапшичку она такая видно полосочками в принципе как на картинке почти мы будем соевый соус сейчас все это будем тушить жарить варить и парить вот такая лапшичка написано в рецепте отварить лапшичку промоем ее и займемся одновременно нашей жаркой зажаркой берем наш супер казанчик наливаем растительное масло написано две столовые ложки ну мы на так это как всегда по привычке на глаз налили я думаю будет две столовые ложки ставим на огонек разогреваем масло и закидываем курочку забросили курочку слегка и помешали сейчас она у нас даст водичку будем выпаривать водичку и обжаривать курочку до золотистого света наша водичка закипела бросаем туда лапшичку в рецепте написано чтобы воду не солили мы решили ее слегка все равно подсолить по вкусу немножечко но подсолили пресная лапша как-то не айс вот ее закинул надо обязательно помешивать иначе она слипнется те кто спагетти готовят они знают об этом ее надо быстренько быстренько перемешивать чтобы она не дай бог у нас не слепилась и не была общим комочком мы ее изогрели изогрели покрытили повертили и ждем когда она будет закипать я слышал что некоторые добавляют подсолнечное масло до лапшечку чтобы не слепалась курочка наша закипает водичка выдала очень много воды это видимо специально делаешь мяско покупали там вес один а воды не столько это россия детка водичку выпариваешь водичку выпариваем ну в принципе в любой стране мне кажется в курицу добавлять воду чтобы был вес да не только в курицу по-моему вовсе мясо добавляют сколько не купи вот всегда вечно вода присутствует везде курочка начала наша жарится водичка выкипло из нее дойдет до кондиции до золотистого цвета вот сколько было курицы и сколько осталось и туда мы закинем лучок лапша наша готова лапша наша уже собралась пойдем ее промывать курочка наша обжарилась закидываем лучок перчик как сказано в рецепте все нужно обжарить для золотистого цвета ну да потому что в рецепт таки не договаривают. Ну, там, видимо, так, на одну персону написано. Да, поэтому, ребята, кто берете делать по нашему рецепту, учитывайте все наши незачеты, обязательно смотрите видео до конца, потому что именно там мы будем рассказывать все то, что стоит изменить. Как только мы закинули жариться наши овощи, сразу же высыпаем содержимое пакетика в водичку и размешиваем. Там, оказывается, в водичке специи и зеленый горошек. Мы так удивились, хотя там... Честно говоря, да, я что-то как-то не ожидала здесь увидеть горех, я думала, что это имбирь. Там в пакетике ничего такого, вернее, на пакетике ничего такого не написано. Чеснок, соевый, соус. Ну, это, видимо, вариант сервировки, он, видимо, там написано снизу мелким. Ну, здесь все лук. Но в составе, да, вот написано зеленый горошек. Значит, мы плохо читаем. Да, мы людские читать не можем. Ну, короче, в общем, ладно, мы это дело замочили, помешали. Сейчас надо будет, там, немножечко здесь на ней стоять, мы берем капусту. Запихали капусту в казанчик, да, в свой казан. Представляешь, что там написано все делать в сковородке? Да, вот что самое удивительное, там написано делать в сковородке. Не делайте это все в сковородке. Ну, максимум, на что я согласна, это сотейник. Желательно побольше и поглубже. В оригинале, конечно, казан. Толстый, хороший. У нас так это фигня тут с девочками. Желательно такой, чтобы был хороший, настоящий казан. Мне кажется, там это будет блюдо вот то, что надо. Блюдо в самый раз, да? Ну, да. Это так же, как с карри. Все эти вещи лучше делать вот в такой посуде. Все мы это оставляем делать. Тушить мы это помешиваем, поглядываем. Ну, что там не подгорело ничего, не дай Бог. Хотя огонек у меня, в принципе, не маленький. Оно, вроде как гореть-то и не собирается. Маслечко там есть. Да, маслечко есть. Вот уже сок пошел от перчика. Я говорю, как можно жарить, когда ты добавляешь овощи. Там не получится жарить. Это будет томиться. Все на открытые крышечки. Без крышечки, да? Да, на открытые крышечки. Помешиваем, поглядываем, посматриваем. Как в какой-то сказке было. Такая красота у нас получается. Сколько еще будем обжаривать? Вообще-то написано, что обжарить до золотистого цвета. Поэтому мы, наверное, водичку-то выпариваем. Если надо, будет им еще масло дольем. И будем уже непосредственно жарить. Сейчас жарить невозможно будет. Тут еще жидкости. Да, тут невозможно жарить. Тут и лук, и перчик, и капуста. Все дало водичку. Сейчас эта водичка у нас выкипет. Жарить невозможно. Она красивая, такая жуткая. Ну да. Классно. Но написано жарить. Не знаю. Сейчас попробуем жарить, чтобы это все выпарится. Поэтому, в общем, наверное, стоит смотреть в сторону. Водичка уже выкипела из овощей с курицей. Начинает потихонечку жариться. Мы еще чуть-чуть масла добавили. Добавили чуть-чуть масла. Поэтому не смотрите на рецепт. 2 столовых ложки масла. Это безумно мало. Там придется подольше кладить. Приоткрываем приготовление. Вот. Мы уже почти пришли к логическому завершению по поводу нашего блюда. Запах, конечно. Вот если в камеру передавала этот запах, который я видела. Тут вся квартира заполнилась ароматом. Очень красивая. Красота. Вкуснота. И слюни бегут у всех уже по колено. Мешает. Да. Теперь уже это надо мешать. Потому что водичка выпарит. Ой, как красиво. Да. Все-таки это надо все соломочкой резать. Это очень красиво выглядит. Такая тоненькая соломочка. Мы, наверное, чуть-чуть пожарим. Я попробую. Ну что, как? Угу. Зашибись. Мы жарим еще чуть-чуть. Нам нужно все это дело довести до ума. И залить стаканчик. Значит смесью. И надо дождаться, чтобы лишняя вода испарилась. Это буквально 3-5 минут, периодически помешивая. Потом мы положим туда лапшу. Подожди, подожди. И еще будем томить минутки 2. Значит здесь мы минуточек 5. Чтобы наша водичка лишняя ушла. Сейчас во-первых она должна закипеть. Добавили туда нашу смесь и с пакетиком, с водой. Ну, для начала это должно закипеть. Вода холодная, поэтому тут... Читаю, не опять там бьют с рецептом. 5-7 минут, а время на закипание холодной воды пестите. Ой, не верьте всему написанному. Смотрите видео рецепты. Так, пеще. Сейчас это вот... Лишняя водичка выпарится. Мы добавим лапшу. Паю минуты потомим. И будем ужинать. Наш соус уже готов. Сейчас еще чуть-чуть. Мы его отключим. Так как нас двое, мы сделаем на 2 порции. Откладываем на сковородочку. Я думаю, хватит на 2 порции. Ровно то, что нам нужно. Приготовленный соус. Ну, Коля уж мы сегодня дома вдвоем. Вдвоем. Ну, третий спит, он маленький такой не кушает. Еще один у нас в больнице, да и вот мы сдали его. А еще один человек у нас на работе. Вот мы готовим на двоих. На двоих взрослых. Да. Так, выложили соус. Сейчас выложим лапшичку. Да. Мы кладем лапшу нашу. Она чуть-чуть это сама. Прилипла уже. Уже, да, пока ждала. Она у нас слегка прилипла. Это не страшно. Берем билочку. И кузовик конечку. Билочкой мы сейчас этот соус туда замешаем. Замешаем. В общем, все это нужно размешать. Лапша вещь такая. Она вот, ее когда сваришь, она всегда слипается. Если ты ее не связан. Но потом, когда во что-то жиденькое кладешь или полужиденькое. Ну, значит, надо будет в следующий раз, когда готовить лапшу перед тем, как вот уже... Еще раз перемыть? Нет, нет. Приготовить лапшу до того, как вот буквально за 10-15 минут до того, как готовить блюдо. Ну, ты же не подгадаешь, у нас жизнь такая. Нет, это нормальное явление, абсолютно. Сейчас мы ее перемешаем. Вот видишь уже какая? Ну, да. Ну, сейчас и эту реанимеем. Ничего абсолютно страшного в этом нет. Мы сейчас ее реанимеем. И под крышечку на огонечек на буквально минуточек пять. Потом дальше там расскажем, что еще надо будет делать. Вот. Лапшичка чуть-чуть у нас не доварена. Совсем чуть-чуть. Только с учетом того, что там написано, что надо томить. Мы не хотим кашу кушать, поэтому мы ее специально не доварили. Сейчас будем томить. Она за буквально пять минут дойдет. И будет приятного аппетита. Потомили нашу лапшичку в соусе пару минут. Она очень красивая, конечно, любимая. И добавляем туда соевый соус. Буквально две столовые ложечки. Ну, получается, грубо говоря, ложка соевого соуса на одну порцию. Все это размешиваем. Именно потому ничего не солится. У нас соевый соус, кто пользуется, все знают. Он соленый. Вот. Мы это дело перемешиваем и выкладываем по тарелочкам. Получилась у нас вот такая вот красотулька. Как мы и сказали, две порции. Мы делали две порции и у нас еще осталось. Соус у нас остался на следующий раз. На завтра. Для тех, кто не пробовал, попробуют попозже. А мы попробуем наше блюдо сегодня. Вот. У меня прям слюни бегут, слушай. Такая красота. Это очень вкусно пахнет. Я там чуть-чуть попробовала. Это безумно вкусно. Я бы сказала этому блюду да. Это стоит. Вот такая красотулька. В общем, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Оставляйте комментарии. Да. Ставьте особенно лайки и особенно комментарии. Очень хочется слышать людей, кто что насчет этого всего думает. Все. Всем приятного аппетита. В том числе нам. У нас будет поздний ужин. В общем, всем привет.